Недетские шутки Сорванные уроки, эвакуация и более десятка пострадавших Сегодня в школе номер 69 на левом берегу распылили перцовый баллончик Мы вышли после второго урока и все вдруг начали кашлять Мы ждали, когда придет наш учитель в класс подождать А все начали вдруг резко кашлять, нас начали эвакуировать Педагоги отреагировали быстро Вызвали охрану, полицию и скорую Эвакуировали детей в актовый зал Детей доставили в больницу На данный момент их жизни ничего не угрожает Определить виновника не удалось, так как в школе отсутствует видеонаблюдение А кто-то из детей решил пошутить, не знаю, что это такое Ну и я думаю, он сам пострадал, так как певцовый баллон действительно очень сильно выедает Детали события установит следствие Борьба с наливайками продолжается Очередное злачное место заложили бетонными блоками Участь постигла забегаловку, замаскированную подвореничную В которой после 22.00 продавали алкоголь Местные жители неоднократно жаловались на толпы любителей выпить и их разборки Борьба с наливайками началась около месяца назад Наливайка градус на Титова Цинично торгующая водкой круглосуточно, несмотря на запреты городских властей Даже детям Внимательнее на переходах Вчера вечером на улице Малиновского сбили человека прямо на пешеходном переходе Автомобиль Киа совершил наезд на 63-летнего мужчину Пострадавшего доставили в 6-ю городскую больницу Авария. Ребенок без автокресла На Чернышевского столкнулись Део и Вас В легковушке находилась 8-летняя девочка Ее перевозили без детского автокресла Пострадали и ребенок, и ее мама На месте работали две бригады скорой помощи Улетел на 10 метров Сегодня на улице Винокурова произошло жесткое ДТП Столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и «Газель» В результате сильного удара «Фольксваген» вылетел с дороги на обочину Пострадавших нет, машины получили серьезные повреждения В «Газеле» выбиты стекла и поврежден капот Накрыли нарколабораторию Сотрудники национальной полиции совместно со спецподразделением «Корт» задержали наркоторговцев Продавали товар и оборудовали лабораторию прямо в квартире на проспекте Богдана Хмельницкого Во время обысков изъяли деньги, полученные за незаконную продажу прикурсора и наркотики Их стоимость на черном рынке около 27 тысяч гривен Задержанному грозит срок от 3 до 8 лет Изменение движения в городе Улица Героев Крут снова односторонняя Движение изменили от улицы Академика Чекмарева до проспекта Дмитрия Яворницкого На улице установили обновленные дорожные знаки Потерял автомобиль Увезли автомобиль прямо из-под носа Инспекция по контролю за парковками эвакуировала машину, стоящую в неположенном месте Водитель оставил свой транспорт так, что тот препятствовал выезду карет скорой помощи А на запрос инспекторов не смог предъявить документы на авто Большинство людей, конечно, уже начали более адекватно реагировать на нашу работу, на наши действия Агрессии много, опять же, люди иногда бывают даже применяют какую-то физическую силу по отношению к инспекторам Забрать авто со штрафплощадки владелец может в тот же день Правда, для этого ему придется заплатить За первые сутки примерно 1200 гривен И с каждым последующим днем сумма будет возрастать Причиной для эвакуации авто может стать любое, даже незначительное нарушение Инспекторы подчеркивают, если ваши машины не окажутся на месте парковки, не паникуйте На самом деле, угоны – это редкость Скорее всего, авто нужно искать на штрафплощадке Информацию о всех эвакуированных машинах можно выяснить, позвонив на номер 102 Тушили пожар, спасли сов В службу 101 поступил вызов о пожаре в Самарском районе При ликвидации возгорания спасатели обнаружили двух сов Одна из них пострадала от дыма Пожарники спасли птичку и передали неравнодушной женщине Которая пообещала вылечить зверушку и отпустить на свободу Днепр Оперативный по следам событий Подписывайся!